Привет, народ! С вами снова Женек. Я сегодня хотел бы с вами поговорить на одну очень интересную тему, но перед тем, как я ее начну, я хочу просто вам напомнить, что я не врач, я не диетолог, у меня нет никакого медицинского образования. Я только всего лишь бариатрик, кто сделал две бариатрические операции. У меня очень большой, богатый опыт в этих всех делах. Поэтому любые советы, которые я вам даю, медицинские или немедицинские, вы не принимаете как конкретно к началу действий, а вы должны это уточнить у вашего лечащего врача или же диетолога. Теперь, сегодня речь пойдет на такую тему, как увеличить результат, как улучшить результат после бариатрической операции. Все мы знаем, что, как правило, бариатрическая операция очень хорошо работает в первые примерно 3-6 месяцев до года, а потом результат становится слабее, хуже, а в некоторых случаях даже вес идет вверх. Все мы прекрасно знаем, что, как правило, по статистике, когда вы сделали вашу бариатрическую операцию, сейчас неважно какую, вы дошли до своего минимального веса, и, как правило, от 10 до 30% вы вернете, вот эти вот часть, 10-30% обратно. Мы должны это знать, это помнить, это нормально, это статистика. Против нее не попрешь. Но мы можем улучшить наши результаты, уменьшить вес. Вот сейчас в Израиле на данный момент есть очень сильное послабление карантина. Я начал ходить, я начал гулять. Скажу так по себе, у меня сейчас во время карантина, перед карантином у меня был вес почти 100 кг, было 100-101, он прыгал. Я дошел до примерно 106,5 где-то килограмм. Ну и за пару дней я, короче говоря, скинул, у меня сейчас вес 103 с копейками идет вниз. Так как же нам, бариатрикам, все-таки можно и нужно улучшить свой результат? Если вы одиночка, если вы одиночка и делаете все сам по себе, то это, как правило, работает, но не у всех. Даже больше скажу, у меньшинства это работает. Если вы будете сами заниматься собой, это не работает. Надо быть в группе. Я скажу так, у меня есть моя бариатрическая группа, ссылка на нее будет под этим роликом и в описании, и в первом комментарии. Можете в нее вступать. С радостью я принимаю всех. Есть, естественно, некие правила. И для чего вообще нужна группа? Давайте посмотрим сейчас на опыт того же самого Гербалайфа или любой группы людей, которые занимаются какой-то идеей. Скажем, группа по похудению. В группе, как правило, худеют все. Даже бариатрики или не бариатрики. Если у них есть какая-то идея, которая их сплочает, их обобщает, они будут работать и худеть вместе. Я предлагаю вступить ко мне в группу и начать интенсивно заниматься с собой. Потому что у меня в группе я могу вам дать также пинок, дать втык, послушать вашу историю, чтобы вы послушали мою историю, также других участников группы. Поверьте мне, когда мы вместе, когда вы не один на один с вашей проблемой, а есть несколько человек, то гораздо легче, гораздо приятнее делиться результатом. Можете не делиться результатом. Можете смотреть, что происходит у других, и вам автоматически захочется это делать. Вы можете спросить, что ты сейчас начинаешь худеть обратно. Как ты это делаешь? Что ты кушаешь? Какое твое меню? Какие главные вещи именно у тебя? Я расскажу. Я всегда делюсь этой информацией. Потому что если у меня получилось, то и у тебя должно получиться, и у того, и у дяди Пети, и у тети Моти. Поэтому, дорогие мои, не отчаивайтесь. Я прямо призываю вас вступать ко мне в группу. Есть очень много замечательных, хороших групп. Но у меня в группе я даю ментальные пинки. Когда нужно наорать, наору. Нужно наехать, наеду. Поэтому, дорогие мои, каждый из нас решает за себя, что ему делать. И ваше здоровье только в ваших руках. Запомните, если вы одиночка, то это может работать, а может и не работать. А ну, когда вы в группе, ваши шансы, что это будет работать хорошо или очень хорошо, увеличиваются просто колоссально. Примите для себя правильное решение. С вами был Женек. Канал Привет Бориатрикам. Всего хорошего. Пока.